В этом году турнир по мини-футболу среди девичьих команд получил статус и российского. По традиции открывал соревнование сына Иосифа Альбертовича Алексея. В универсальном спортивном комплексе «Пересвит» присутствовала вся большая семья Диак. Зрителям, болельщикам турнира я хотел бы ждать приятного просмотра. А спортсменам, спортсменам турнира, я хотел бы, чтобы они действительно себя почувствовали эти два дня, что они находятся на статусском турнире, а на телескополу среди. В качестве почетных гостей на соревнованиях присутствовали депутат Московской областной думы Сергей Двойных и глава Сергиопосадского района Михаил Токарев. Очень важно на сегодняшний день, для меня лично, это те традиции, которые мы имеем. И самое главное, что мы их развиваем. Благодаря вот таким людям, таким жителям, которые у нас живут, мы сегодня наблюдаем продолжение традиций. В продолжение традиций очень уважаемого и великого человека с большой буквы нашего района, Иосифа Альберча Диака. Большое спасибо его семье, что они нам дарят сегодня такой праздник, всероссийский турнир. Это вообще супер, это очень почетно и очень приятно, тем более это футбол. Сергеев Посад представляла команда «Костром». К турниру девочки готовились усердно, золотых побед у команды давно не было. Да и на родной земле надо выигрывать. Это были постоянные тренировки, постоянные спарринги с разными командами, в том числе и с парнями мы играли до 2001 года. Кроссы бегали, то есть постоянно тренировки. Турнир, естественно, для нас очень важный. Естественно, все на него хотели попасть, но попали не все, был тщательный отбор среди игроков. Шанс на победу в турнире в этом году команда чрезвычайно высокий. И сегодня в «Костроме» играют только опытные игроки. Приходят девчонки и в течение какого-то времени смотрим. Если сразу видно, что девочки из себя что-то представляют, что-то можно более быстрее что-то из нее сделать, то мы ее забираем сразу к себе. Если нет, то тогда есть вторая команда у молодых начинающих, которая там проходит обкрутку. Для всех участников соревнований в этом году дополнительным стимулом на хорошую игру стало присутствие старшего тренера женско-молодежной сборной России по футболу Александра Шагова. В общем-то, это успехи. С другой стороны, не так много команд играет большой футбол, как бы хотелось. В этом году должна расширяться высшая лига с 6 до 8 команд. Ну и детский, женский футбол, безусловно, это то будущее, зачем надо пристально смотреть и развивать. И благодаря вот таким турнирам, я думаю, что чем их больше, тем больше будет выбор в сборной. И не имеет значения, турнир это на большом поле, или это мини-футбольный, или футзал, то, что было раньше. В любом случае, талантливые люди, они проявят себя в любых условиях всегда. Даже если у игрокам маломальские задатки, все равно стараемся дальше как-то вести его, смотреть, поддерживать. Турнир открыла игра между командами из Воронежа и Солнечногорска. Мяч в воротах подмосковной команды оказался уже на первых минутах матча. Финальная борьба завязалась между Сергеем Посадским и Костромом и Солнечногорской командой. Хозяева турнира выиграли кубок. Почетная бронза турнира у команды «Россиянка» из Красноармейска. Ирина Самойлова, Сергей Власов. День города.